Я говорю, я как человек хочу задать вопрос. Анка какой? Расскажите мне, пожалуйста, вот вы как человек, я говорю, честный, секунды 3-5, пауза была, отвечает, да, честный. Я говорю, еще один вопрос, расскажите, пожалуйста, как вы можете людей судить? Промолчала, ничего не ответила. Там волю убивают. Сядьте, встаньте. Вы должны зайти, присаживайтесь, пожалуйста. Потом встать, когда она зайдет. Присаживайтесь, пожалуйста. У нее не получилось меня посадить. Она пыталась меня глазами подавить, у нее не получилось ничего. Убегала она раза, по-моему, 4 или 5. Она была злая, там ужасно. Она реально была злая. Она бегала, как метеор. Она, когда дверь хлопала, я думала, все, перезлетятся. Красиво, она. Да, она лежит у вас на столе. Хорошо. Она просто убежала. И она там кричала, и я не знаю, что с ним делать, он не поддается. Понятно. Вы в процесс не хотите выходить. Судья убежала. Нет судей. Покинул корабль. Я так понимаю, вы не хотите войти в процесс. Я не могу вести в процесс. Я не могу. Он не поддается в процесс. В смысле вы не являетесь лицом? Я являюсь человеком. Она в лице поменялась. Мы в зале с вами вдвоем. Я к вам обращаюсь как к живому человеку. Но лицо у вас на столе лежит. Оно? Да. А я человек живой. Человек живой? Кого вы спрашиваете? Оно лежит у вас на столе. Что у меня лежит на столе? Я не пойму, что вы говорите? У меня лежит на столе. А я говорю, что живой человек. То есть я – это я, а вот это лицо – это оно. Так она не тебе зачитывает. Она лицо зачитывает. Разъясняю вам ваши права. Права она тоже лицо зачитывает. Она не видит живых мужчин и женщин. Я судья. Вы так называемый судья. Исполняющего обязанного мирового судья. Вы отказываетесь. Вы заявляете мне отвод? Заявляет отвод. Удаляется. Вещать выполнен. Они же там клятву давали. Они обязаны осудить. Понял, на чем тебя подловили? Она говорит, фамилия мелочиство, выйди на манеж. Аллея – оп! Все, ты ввязался в процесс. Продолжение следует. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Пока не хочу. Ну, не хотите, как хотите. Судебное заседание объявляется открытым. Подлежит рассмотрению административных материалов. По части 2 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации на противное право нарушение. Судебное заседание согласно обладательскому удостоверению. Дмитрий Павлович. Дело служится в составе председательствующего мирового судьи судебного участка номер 233 района Чертаново-Северное города Москвы-Куделькина, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка номер 229 района Чертаново-Центральное города Москвы. Отводы состава суда будут? Хотел бы убедиться. А вы кому решать, простите? Вам. Присаживайтесь, пожалуйста. Пока не хочу, спасибо. Хотел бы убедиться в ваших полномочиях, если ко мне решаетесь. Какое подтверждение в эту полномочию вы хотите? Есть ряд требований. Каких? Поле изъявления у вас на столе. Было передано через канцелярию. Ранее. Есть 19 пунктов. Ничего, что они-то салонимные. Они не подписаны. Они что не подписаны? Документы? Конечно. Ваши воли изъявления, но вам не подписаны. Я не знаю, кто это написал. Так называемый себя судебный. Значит, так называемый. Это вы хотите, чтобы я вам предоставила документ, подтверждающий факт моего рождения на каком основании? В каком государстве родились? А какая разница? Имеете ли вы дуто правое гражданство? Так как законом это не произошло. А приказ в назначении судей, от кого вас интересует, из такого приказа не выносится, а выносится в постановление Московской городской думы? Кто назначил вас судью? Московская городская дума. Кто подписывает приказ? Приказом нет. Московская городская дума. Она не может это подписать. Она логически не может подписать. Кто-то должен быть ответственным лицом. Доверенность за председателем Верховного суда? Вы сейчас записываете? Там все изложено. Вы сейчас меня записываете? Было ранее подано выразъявление на проведение аудио и видеосъемку. Сейчас вы меня записываете, я вас спрашиваю? М? Вы можете ответить на мой вопрос? Вы можете ответить на мой вопрос? Вы обращаетесь к мне как к персоне или как к человеку? Я, по-моему, обращаюсь к Дмитрию ***. Это персона, я так понимаю. Я являюсь человеком. Заврожденным, собственно, имени Дмитрия. А как хватит, чтобы я к нам обращалась? Человек, собственно, Миндитрия. Так-таки я не являюсь персоной. Перераспеть нужно. Я могу выйти? Можете здесь оставить? Благодарю. Судебное заседание продолжено. Развести я вам права. Вы не обязаны свеять к суду против самого себя и своих близких родственников. Соответственно, статья 51 Института Российской Федерации. Вы вправе знакомы с материалом дела. Давайте объясним. Представлять доказательства. Заявят характерства и отводы. Ход с квалифицированной юридической помощью от жалоба обстановления мирового судьи, высшестоящей инстанции. Право вам понятно? Вы простите, к вам обращаетесь? К вам. Мы в зале с вами вдвоем. Я тут в качестве человека, а не в качестве персона, либо в пи***е. Как там указано. Персона у вас на столе лежит. То же самое лицо. Пи***е Дмитриев. Я разъясняю вам право. Я. В соответствии с Конституцией Российской Федерации. Статья 51. Вы не обязаны слились против самого себя и своих детских простых. В соответствии с Кодексом Российской Федерации, одно из разных правонарушений. Мы отправились знакомы со всеми материалами дела. Давайте объясним. Представлять доказательства. Заявят характеристики. Пользуются квалифицированной юридической помощью. Обжал постановления мирового судьи, высшестоящей инстанции. Право вам понятно? Если вы обращаетесь ко мне, как к живому человеку. Я к вам обращаюсь, как к живому человеку. Разъясняю вам права. Вам права. Понятно? Нет права. Не надо разъяснять. Я хочу вести видеосъемку. Меня хотите снимать? Процесс. Мы еще его даже не начали. Мы на стадии разъяснения прав. Я разъясняю вам права. Не права. Не надо разъяснять. Вы имеете право лицу разъяснять. Но лицо у вас на столе лежит. Лицо привлекаемое к административной ответственности. Дмитрий Дмитриевич. Я разъясняю вам права. Статья 51 Конституция Российской Федерации, в соответствии разъясняю вам права. Право вам понятно? Если вы мне к живому обращаетесь, мне не надо разъяснять права. Это предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, как лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении. Я не являюсь лицом. В смысле, вы не являлись лицом? Отношение вас составлен протокол об административном правонарушении. Я человек, я не лицо, лицо у вас на столе лежит. У меня на столе лицо никакой не лежит. Я и я ноем. То что у вас на столе лежит. Именно вот это вот Сеу, которое вы назвали. ***, Дмитрий ***. Вы? Я живой человек, собственно не имею Дмитрий. ***, Дмитрий ***. Вот это лицо, это оно. Оно? Да. А я человек живой. Человек живой? У данного человека имеется по имени имя общества? Есть родовое. Понятно, вот процесс не хотите выходить. Судья убежала. Нет судей. Как там говорится, покинула корабль. Слышно, как она там говорит, я не могу вести процесс. Я не могу. Не знаю, что слышно. Не слышно, но там слышно. Не слышно. Судья, вот это свидание какого-то. Еще раз. ***, Дмитрий ***. Вы ведете Аллую запись? Вы ведете запись? Я хочу вас тратить про то, что веду видеопротокалирование. Видеопротокалирование? Да. Видеозапись для катаколи. Вы не можете мне снимать без моего разрешения. Закон это позволяет? Нет. Правильно вам было? Мы до стадии ходатайств еще с вами, к сожалению, даже не дошли. Я ваше ходатайство еще не рассматривала, потому что мы с вами на стадии разъяснения прав. Еще раз разъясняю вам статью 51-го Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой вы не обязаны следить против самого себя и своих близких прав. А также в зависимости от права предусмотренных Кодексом Российской Федерации административных прав внушении. Вы имеете право знакомиться с материальным делом, давать объяснение, вставлять доказательства, заявлять характеристые отводы, поиск курифицированную юридическую помощь и обжал обстановление мирового судьи в высшестоящей инстанции. Право вам понятно? Это вы ко мне или к Персоне, Алексеевич? Я обращаюсь к *** Дмитриеву ***. Персона давно лежит у вас на столе. Я живу человек с собственным именем Дмитриевым, мне права не снять не надо. Вы отказываетесь. То есть расписку заполнять о том, что вам разъяснены ваши права и обязанности, вы отказываетесь. Я правильно понимаю? Если это в живом человек у меня обращается, мне не нужно разъяснять права. Если это в Персоне разъясняете, оно у вас лежит на столе. Данный господин, данная личность, в которую вы возвращаетесь. Я такой не являюсь. Хорошо. Еще раз разъясняю. *** Дмитриев ***. 651 Конституция Российской Федерации. В соответствии с которой вы не обязанности использовать самого себя и своих близких родственников. Данное ходатайство объединения видеозаписи вами еще мною не рассмотрено. Поэтому прошу, пожалуйста, выключить на данный момент видеозаписи. Вы, которые делили свою помощь, если вы там не обращаете, я хочу видеть вашу помощь. Мы еще не дошли до стадии ваших ходатайств. Я ваши ходатайства сейчас буду рассматривать. После того, как еще раз разъясняю вам, что видеозапись может вестись только с моего разрешения. Если кто-то тесняет ваше право, я могу это в ту сторону. Если кто-то тесняет ваше право. Снимать меня можно с моего разрешения. Вы являетесь должностным лицом. Закон это позволяет. Я в суде. И при рассмотрении видео и введении видеозаписи вы должны заявить ходатайство. Вы его сейчас заявите. Ваше ходатайство я рассмотрю. Мы еще не дожгли до этой стадии. Вы так называемый судья. Но вы не подтвердили полномочия своих. В соответствии с... Я не могу вам доверять. Не могу убедиться, что вы так называемый судья называетесь. Еще раз разъясняю вам право. В соответствии с статьей 51 Конституции Российской Федерации вы не обязаны свидетельствовать против самого себя и своих близких родов. Разъясняю вам ваши права в соответствии с Кодексом Российской Федерации административных правонарушений. Вы в праве знакомого с материалом дела. Давайте объясним мне. Представляем наказательство. Цель расклада доставят воды под сквалифицированной медической помощью. Также было постановлено в мировом суде в большинствующем статусе. Вы кому зачистали права? Дмитрий Уханович. Оно лежит у вас на столе. Что у меня лежит на столе? Я не пойму, что вы говорите. У меня лежит на столе. Дмитрий Уханович у меня на столе не лежит. Так как вы объясняете права лицу. Подношение к которому составил протокол об административном правонарушении. Так как вы не являетесь. Вы *** Дмитрий Уханович. Спасибо. Вы *** Дмитрий Уханович. Нет. Если вы ко мне прощаетесь. Я живой человек с собственным именем Дмитрий. Вы отказываетесь. В связи с тем, что вы отказываетесь от про разъяснение вам прав и обязанностей. Будет составлен акт. Потому что вы отказались в подписке лица в отношении которой ведется производство по делу административного правонарушения. По делу административного правонарушения. О разъяснении прав и обязанностей. А также статьи 51 Конституции Российской Федерации. Не мне опасно. Сейчас мы переходим к вашим ходатайствам. Так называем волеизъявления. Мы дошли до этой статьи. С какого начнем? Оттверждение полномочий о суде. Хорошо. А еще о ходатайствах? Если вы ко мне обращаетесь. К вам. Вы можете заявить о ходатайствах сразу. Я удалю совещательный пункт. И вынесу, как вы просите, в своих ходатайствах соответствующим мотивированным постановлением. Если ко мне обращаетесь, у меня ходатайств нет. У меня есть воля изъявления. Воля изъявления. Воля изъявления. Давайте пойдем по порядку. Первое. Полномочий. Я поняла. Еще воля изъявления будут? Ну? Я хочу убедиться в вашу полномочий. Я вам сказала, что она ходатайствах будет рассмотрены. Еще ходатайствах на данном этапе будут? Нет? У вас можно будет боли изъявления. Угу. Я слушаю. После того, как подтвердите свои полномочия. Суду далее совещательный пункт для рассмотрения данных на данном этапе будет рассмотрена. Угу. 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 По определению. 1 февраля 2022 года. Город Москва. Суд в составе мирового судья судебного участка 233 района Чештана, северного города Москва, Кутелькиной, исполняющего обязанства мирового судья судебного участка 229 района Чештана, северного города Москва, при рассмотрении дела административного правонарушения, предусмотренную часть 2 статьи 12.2 Кодекса РФ административных правонарушений в отношении чувств на веру. Судебное состояние подал письменное ходатайство по подтверждению судьей своих полномочий. Суд не находит основания удовлетворения заявленного на ходатайство, так как информация о назначении мирового судья судебного участка 233 района Чештана, северного города Москва, находится в открытом доступе и не лишил возможности ознакомиться с ним. На основании из должного руководства статью 29.7 Кодекса РФ суд определил удовлетворение ходатайства по подтверждению полномочий судьи отказать судебное разбирательство правонарушений. Еще в ходатайство будут волеизъявления. Возможно будет? Мы на стадии ходатайства. На стадии ходатайства есть еще ходатайство, волеизъявления. Извините, на данном волеизъявлении вы объявляете отводь недоверия и жёстка Неслава Евгеньевича. Яркуделькина, Светлана Николаевна. Так как должен был вести в суд так называемый товарищи жоп, он был составлен. Если приписать себя поручное, это будет очень долго. Не хочу в ваше время воровать и свое. Вы заявляете мне отвод? Что со мной будет? А я уже был готов к тому, что меня лишат. Я неделю не спал. Я неделю не спал. Я изучал эти документы. Все документами и т.д. Чтобы лишние слова не говорить. Для того, чтобы не было зацепки никакой. В дальнейших моих репликах. Поэтому я там мало говорил. Конечно, я ввел себя немножко неуверенно. Первый раз все-таки. Ну и как-то вот так. Я, в принципе, своим результатом доволен. Я очень доволен. Почему? Потому что я видел ее реакцию. Как она себя ведет. Тем более, она смотрит на мои права. Я права дал. А паспорт не отдал. А права дал через канцелярию. Ну, канцелярию когда дал права секретарше. Я не думал, что она заберет у меня и даст судье тогда. Вот она забрала. Я говорю, у нее права-то верни мои. Она говорит, я с материалом делаю, передам судье. А паспорт, говорит, ваш где? Я говорю, паспорта нет. Она говорит, спрашивает, для нас нет или вообще нет? Я говорю, какая разница, паспорта нет. Я говорю, что могу предоставить вам права, что я пришел. Вот она забрала и туда судье. Я говорю, вот-то. Как говорит, с моей стороны тоже. Пришел вроде как бы свои права защищать, а тут же дал ей на руки. И вот она, когда процесс шел, она смотрит на моё водительское настроение и на меня смотрит. Она задает мне вопрос, типа, это, мол, я? Я говорю, это не я. То, что вы, кого вы спрашиваете, оно лежит у вас на столе. А я, говорю, живой человек. Вот чисто логически даже подумать. Да, вот у нее права. Там фотография моя в этих правах. Она не может соединить два в одно. И очень хороший результат, кстати, я получил, я так понимаю. Это я, по крайней мере, для себя. И она, когда зашла к себе туда, она один раз пошла пять минут, перевезла. Потом второй раз она убежала туда. Вон там была моя ошибка тоже. Надо было на этом и прикритить это дело. Но мне стало интересно, что будет дальше. Она просто убежала. И она там кричала, я так понимаю, по телефону. Потому что дело должно было вести другой судья. А так как он заболел, вела вот это женщину. И она там кричала, что я не знаю, что с ним делать, он не поддается. Прямо кричала. В замечательной комнате. Не хочет в процесс заходить. Да. И она когда вышла, она говорит, я так понимаю, вы не хотите войти в процесс. Тут я еще раз убедился, что все-таки вот эти понятия – это абсолютно разные понятия. С какой целью я пришел. То есть я – это я, а вот это лицо – это оно, которое лежит на столе. Это абсолютно разные понятия. Только... Знаешь, почему у тебя ощущение, что там бойня? Как будто ты на бойню пришел. Почему? Ну, во-первых, ты мысленно их сам всех скотинами называешь. А во-вторых, там реально бойня только не физических тел бойня. То есть не бойня трупов. Морально. А морально и волевая. Там волю убивают. Сядьте, встаньте. Идите сюда. Не получилось у меня. А? У нее не получилось меня посадить. Я вот этот весь процесс, два с половиной часа, я стоял стоя. Я не сидел. Вот. И то, что единственный минус был, у меня недостаточно знаний. Недостаточно знаний, а все знания в основном приходят во время практики. Весь опыт. И еще, у кого помощи не просил, все отказывают. Хотя бы, как говорится, на что мне ссылаться. Вот единственное, что у тебя взял, там все твои документы, я там, ну, скажем так, основной шаблон. И накидал со всех сторон, что именно под меня подходит. То есть собрал я определенную, скажем так, конструкцию. И подал, конечно, вот ей когда через канцелярию. Я не хотел ей на руки давать во время заседания. Я когда подошел там через канцелярию, он говорит мне, вы лучше как бы в самом процессе дадите ей. Я говорю, я хочу через канцелярию. Чтобы это все было зафиксировано. Вот, потому что у меня, когда товарищ пошел тоже в суд, у него не приняли вообще никаких, у него не приняли никаких документов. Вообще никаких. Думаю, пусть будет штампик для того, чтобы, для дальнейшего разбирательства. Я сейчас хочу ее дать. Кто тебе сказал, что подадите в суде? В канцелярии. Передадите в суд. А, ну, канцелярия просто... Я? Стой. Во-первых, канцелярия не хотела работать, чтобы это все принимать, штемпели ставить, зарегистрировать. Во-вторых, они просто хотели, чтобы, ну, надурить тебя. Потому что в суде тебе просто бы не это... Если бы ты на это пошел, тебе бы... Тебе бы... Да подожди, не шуметь. Отказали. Ну, шум создаешь. Ну, ты понял, да? Да. Я тебя понял. Она тебя пыталась всячески надурить. И секретарь, и она... Они везде всегда пытаются надурить, тем самым проверяя твои это... Сообразительные знания, насколько ты уверен. Угу. Есть ли у тебя воля, соображаешь ли ты, что тебя просто как вещь, как табуретку переставляет. Вот она хотела тебя, по сути, переставить как табуретку, не спрашивая. Давай все бумаги, я их рассмотрю, хотя по закону она не имеет права это делать. Она превысила должностные полномочия, требуя у тебя вот это вот. Давай все сразу. Она мне запретила снимать видео и аудиосъемку. Она вынесла определение там, решение или как там у нее называется. Определение? Когда я ей подал заявление, не заявление, а вылезъявление на аудио-видеосъемку. Она же там кричала, вы ведете видео и аудиосъемку. Я молчал. Я ничего не отвечал. Она пыталась меня глазами подавить. У нее не получилось ничего. Я просто в сторону взгляда увел и смотрел в одну точку, то есть на флаг. На нее даже не смотрел, просто ее слушал. А вот тут, а вот это называется война на тонком плане, когда она начинает применять черную магию через взгляд и через тонкий план. Психологически давить. Не психологически. Давить. Психологически это когда разговором, движениями, то есть чем-то в явном мире. Это психологически. А когда она тебе начинает взглядом давить, то есть через взгляд, что она там делала на тонком плане, какой ритуал делала, выбегая из помещения, это останется секретом. Но определенные люди это очень хорошо ощущают и советуют в ответ просто улыбаться и смотреть в глаза, и слать свет и любовь. Убегала она раза, по-моему, четыре или пять. Хотя, насколько я знаю, три раза у них там идет. Пришла мне такая мысль сказать, что у вас три попытки, и на этом исчерпано все будет. Не хотел потом. Думал, лучше промолчу лишний раз. Так как я неопытный в этом деле. Лишние проблемы что-то не создавать. Мне нужен был результат. Потом я... И правильно сделал, чтобы промолчал. Потому что ляпнуть то, что ты не знаешь, это намного хуже, чем просто промолчать. Потом я ей задал вопрос. Я говорю, я хочу вам задать вопрос. Можно? Она говорит, в суде, мол, вопрос не сдают. Я говорю, я как человек хочу задать вопрос. Антка какой? Я говорю, скажите мне, пожалуйста, вот вы, как человек, я говорю, честный, секунды три-пять, пауза была, отвечает, да, честный. Я говорю, еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы можете людей судить? И она мне говорит, это вопрос риторический. Я говорю, хотел бы от вас получить ваше мнение. Промолчала, ничего не ответила. И после этого она начала процесс вести. Я так понимаю, то ли я подловился, то ли она меня там подловила где-то. Ты ей не подловил, и она не подловилась, потому что вы говорили про разные вещи. Ты ей спросил про людей, а она тебе сказала, что вопрос риторический, потому что она не судит людей. Да, ё-моё, что же я за шум-то? Алло. Да, я слушаю тебя. Ну, шум у тебя идет какой-то. Что-то упало опять или что там? Нет. Ой, я не знаю, микрофон, что ли, затыкай, пока не говоришь. На чем остановились, не помню. Что она глазами пыталась там давить. А-а-а. Я просто взгляд. Вот не надо было отводить взгляд. Надо было наоборот это. Ну, ты видишь, у тебя опыта нету, и ты не знаешь, как действовать. Тоже как идиот выглядеть перед ней не особо хотелось. Улыбаясь. А то дурку точно выгнали бы. Того пригнали бы. Там она на втором шансе позвала тогда судебного пристава. Стояла возле меня. Ну, как бы ничего против. Ничего не делал. Просто стоял и снимал походы на видео. Потому что у него в кармане передний телефон засунут. Была камера на меня, была направлена. Угу. Вот все вот эти вероходы тайства, которые я в воле изъявления поддал, она все отклонила. Вот то, что три в трех экземплярах – это хороший совет. Буду сделать в дальнейшем три экземпляра. А в смысле отклонила? На всех документов. Стой, стой. Что значит отклонила? Устно отклонила или письменно вынесла определение? Она письменно не вынесла. Она зашла к себе туда, когда я ее отвод дал. В совещательную комнату она вышла, зачитала, что не имеет основания на то, чтобы дать добро мне на видео и аудиозапись. Ну, вообще-то это был по КАПу же, правильно? За что было? За маски или что? Какой кодекс? Адмистративный? У меня административка, да, там. По лишению прав было. Ну, по административке все могут писать аудио. Они не обязаны даже просить этого. Если она отклонила... Вот она запретила. Если она запретила, значит, она должна была мотивировать чем? А мотивировать-то нечем, потому что ни один закон тебе не запрещает вести аудиозапись, вести аудиофиксацию, видеопротокол. Вот. Соответственно, она превысила свои должностные полномочия, я считаю, и надо было... Да ё-моё, что за звук? Слушаю. И надо было на неё это, вообще, частную жалобу на это определение, вышестоящий суд. Она была злая там, ужасно. Она реально была злая. Ну, конечно, злая. Она бегала, как метеор. Она, когда дверь хлопала, думала, стёка разлетятся. Она... Я же пояснял в своих видео. Они злые не потому, что они не знают, что с вами делать, а потому что, если она проиграет вот такие три дела и не сможет ничего вынести, то, я тебе говорю, есть в ходе слух, что у них вплоть до физического устранения. Они же там клятву давали. Они обязаны осудить. Понимаешь? А у них... Что она, в принципе, сделала? Ну, да. Да. Но у них эта клятва, она, как сказать, основанная на смерти. Вон, как в фильме Джон Уик. Они же там это... У них прям вот этот вексель, который они там доставали, посмотри фильм, если не видел. У них там вексель в форме такой, типа, кружок такой. Они это открывают, и там два отпечатка пальцев. То есть, клятва основанная на крови. И там написано, тот долг на крови написано на этой стекле этой, железке вот этой. И там снаружи нарисован череп. То есть, это смертельно опасная клятва тире вексель, основанная на крови. Вот они что-то подобное делают. Еще один момент. Закончил? Да. Еще один момент. По поводу подписи. Я вот подумал поставить отпечаток пальца на этих бумагах. Ну, потом усомнился. Все документы, которые передавал, я там нигде подписи не ставил. И она, когда спросила, кто написал эти документы, вот, вы это писали? Я промолчал. Вот. И почему они никем не подписаны, эти документы? Как я могу понять, что эти документы именно выпадали от вас? Пришла мне мысль пойти туда и отпечаток пальцев поставить. Но потом передумал. Было бы правильное решение или как? Я в этом деле не совсем как бы понимаю, стоит ли ставить отпечатки пальца или не ставить. То есть, подтверждение тому, что именно живой человек, это ставил. И как лучше, ручкой намазать палец или щетки на крови. Я хотел это сделать. Надо попробовать. Если ты попробуешь, ты вообще не осознаешь, куда ты лезешь. Я тебе говорю про смерть. О том, что любые действия там караются смертью. Это с ее стороны. Да какая разница? С твоей, что ли, не так, что ли? Это же взаимно обоюдный вексель. С двух сторон ставятся отпечатки крови. Это ставят те люди, которые прекрасно осознают, что они делают. Они, как говорится, информированы полностью. Полное информированное добровольное согласие. Они это тем самым оформляют. А ты, если у тебя нету незнаний, ты не знаешь, что это такое, чем это грозит. И ты идешь и говоришь, а, попробую. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Это все равно, что ребенок идет и говорит, о, дядя с крыши прыгнул. Я пойду и я тоже попробую. Только дядя-то с парашютом спрыгнул, а ребенок этого не увидел. Ясно? Ты тут понятия не путай. Да я не путаю, я тебе говорю, как есть. Не зная броду, не лезь в воду. Если ты не знаешь, где что ставится и каким образом, то вообще лучше не ставь. Она мне когда зачитывала права, вот, она когда говорила, что я зачитываю права вам, я спрашиваю, кому, мне или персоне, лицу этому. Она говорит, в отношении кого составлены данные административные пронарушения. Вот, если мне, то мне права зачитывать не нужно. Хотя мне надо было сказать, мне права зачитайте, а обязанность вот этому лицу, который лежит у вас на столе. Вот, она несколько раз это повторяла. И на этой стадии мы очень долго потеряли время. Ну, потому что ты, это... Как она тебе может зачитать права твои? Самое главное, заметил, что права-то зачитывают именно права. Где ты должен закрыть свой рот и больше ничего не говорить. 51 статью. Ну, это так своими словами. Другие права она не зачитывает. Так она не тебе зачитывает, она лицу зачитывает. Ну, 51 статья-то она идет как раз права, а обязанности может лицу зачитывать. Права-то она тоже... Мы-то не имеем обязанности. Права она тоже лицу зачитывает. Она не видит живых мужчин и женщин. Она зачитывает, она разговаривает только с лицом. Ну, в общем, ты это... У тебя мало очень знаний в теме живых. Очень. Ты не осознаешь. Очень мало. Не растождествился и знаний у тебя нет. Кто такой человек, кто такой мужчина, а кто такая персона? Я-то только начинаю в этом. Я, как говорится, не волшебник, я только учусь. Ну, как оцениваешь результат первого похода? Положительный и очень большой опыт. Для меня, по крайней мере, очень хороший результат. Она... То, что мы предоставили ей документы, и учитывая ее состояние, как я ее вывел, любой нормальный человек сказал бы, ну, или сказал там, лишаем 100%, иди отсюда. Вот нормально любой человек мог бы даже по шапке получить за такое, как я вывел ее из нормального состояния. Да не ты вывел, она сама себя вывела. Она обязана быть беспристрастной, объективной и... Что же там еще? Ну, по идее, стрессоустойчивый. А она себе позволила там что-то кричать, выбегать, психовать. Ну, я так понимаю, так как у нее уже было готово решение, уже было готово решение, она не могла отдать задний ход. Потому что, скорее всего, решение было заранее подготовлено другим судьей, на кого он вначале, кто вначале взялся за это дело. И вот этот момент, когда она кричала, что я не знаю, что с ним делать, он не входит в процесс, он не подается в процесс, то ли не входит, то ли не подается в процесс. Я так понимаю, что она по телефону разговаривала с тем судьей, кто уже вынес данное решение. Изначально, кто должен быть. Не факт, не факт. Ты когда с ней, когда она подписывала вот эти бумаги, и когда она открывала заседание, а, да, она сказала исполняющие обязанности, по-моему, вначале. Да, 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 да. Ну, либо она звонила, да, тому, кого замещала, либо председателю, либо там у них специальные консультанты есть. Какая разница, кому она звонила? Интересно. Ну, вообще без разницы. Они постоянно звонят, я сам это слышал, и многие мне рассказывали. Они выходят и на трубу садятся. То есть, их там по телефону консультируют. Недостаточно опыта. Да, нет, дело не в этом. И в таких нештатных ситуациях они не знают, что делать, и общие мнения прослушают. Это называется, как тебе сказать, субординация и согласованность действий. То есть, они, по идее, обязаны, по сути, они вот тем самым доказывают, что они не являются самостоятельными, как сказать, лицами. Что они принимают решения. Во-во-во-во. Они постоянно выходят, чтобы консультироваться, чтобы никто не видел, что они созваниваются по телефону. А так-то, по идее, вот здесь вот при мне и принимай решение, выноси его. Логично? Если взяла на себя обязанность. Ну, по идее, я должен видеть все ее действия, если суд открытый и честный. Правильно? Объективный. По сути, да. Хорошо. Почему она тогда, получается, вот эти пять минут, которые она объявляет перерыв, она идет, я так понимаю, значит, совещаться с кем-то, консультироваться с кем-то. Значит, выше стоит кто-то, который именно ими контролирует. Ну, по сути, да. Так получается. А она, получается, выходит там, я не знаю, в чатах, в интернете, в телефоне там где-то с кем-то консультируется, созванивается, разговаривает, орет там, понимаешь? Они же не стесняются, даже орут там. Он не входит в процесс, я не знаю, что с ним делать. Так она совещается с кем-то. Это называется коррупционная составляющая. То есть, она с кем-то там в сговор вступает, чтобы принять какое-то решение. То есть, она, по сути, признается в своей некомпетентности. И, как там это, как там в законе сказано, осуществляет свою правосудие на основе что-то там беспристрастности и, ну, как сказать... Ну, я понял тебя, я понял. Независимо. А так она, получается, зависима от кого-то. Мне теперь надо сесть и пересмотреть опять видео и посмотреть, где ее ошибки. Я, правда, мало что найду, что против нее. Я сейчас хочу лучше стоящий в орган написать. Мне тут посоветовали в конституционной лучше написать. Миной вот этих всех ступеней. Но туда без адвоката... Мне говорят, туда без адвоката лучше не суваться, потому что не факт, что ты выиграешь. Да не надо тебе там никуда, в адвокаты там, еще что-то. Тебе надо ознакомиться с материалами дела и получить протоколы заседания, письменные желательно. А еще аудио. А еще на его аудио протокол составите транскрибацию свою собственную. И на свой аудио протокол составить транскрибацию. А потом у тебя будет три варианта письменных. То есть, два составленных на основе аудио, а третий письменный, который они же составили. Но они его, скорее всего, урежут. И свою аудиозапись они, скорее всего, урежут. И вот только на этом уже на нее можно столько жалоб накатать, что там уже будет слышно и видно и написано, что она хотела, чтобы ты все ходатайства разом подал, что, в принципе, неприемлемо. Она на каждое письменное ходатайство обязана вынести письменное определение. незамедлительно удаляясь в совещательную комнату. Она этого тоже не захотела делать. Ну, то есть, проявила признаки беспристрастности и необъективности. Точнее, пристрастности, необъективности и некомпетентности. В ККС, судебный департамент. Жалобы на нее и следственный комитет за превышение должностных полномочий. Вот следственный я хочу сейчас подать. Ну, прокурату, да, следственный комитет. С транскрибацией, получается, я так понял, с разговора перевести на текст. Правильно. Транскрибация. У меня есть видео на эту тему, я тебе пришлю. Добро. Весь аудиоразговор у меня есть. Весь аудиопроцесс. У меня на другом телефоне я записывал. Я два телефона взял с собой. Вот. С тебя, кстати, все это подхватил. Спасибо тебе же. Вот такие советы. Вот. А то, что Ау увидел, у меня просто... Там программа так записывает один час всего лишь. Я-то думал, все было записано с крытым видео. Ну, тут всего лишь час. Ну, в принципе, много чего понял, много чего не понял. Нужно детально разбирать. Наглядно. По самому процессу, что сейчас на нее можно написать, пока, честно говоря, особо понятия не имею. Мне, как маленького ребенка, надо показать вот это, вот это, вот это. Ну, я же тебе говорю, тебе в первую очередь нужно ознакомиться с материалами дела. Каким образом мне взять? Она мне дала копию решения, постановление. И все, у меня больше никаких документов нет. Только как. Тоже у меня есть видео, как знакомиться с материалами дела. Это уже после процесса? Да не важно. На любой стадии имеешь право ознакомиться с материалами дела. Смотри. У меня еще фотографии. Я, когда туда шел для ознакомления, я сфотографировал все документы, которые были приложены к этому делу. Если ты про эти имеешь в виду. Ну, да. Вот они у меня есть, все фотографии. Ну, это да. А сейчас там есть еще решение. А там еще должен быть письменный протокол того, что происходило. А еще должен быть аудиопротокол. Никто не вел. Вдвоем были только изначально. Ну, тогда делай сложно. У них идет против. Да мне не важно, что там. Это все слова. Я тебе еще раз говорю. Ознакомиться с материалами дела. От корки до корки. Ну, хорошо. Я понял. Надо будет скачать туда в Москву. Зайти опять туда и ознакомиться с этим материалом дела. То есть, опять сфотографировать и взять у них копии. Копии они, конечно, я думал, что не сделают. Копии чего? Не положено копию получить. Сфотографировать материалы дела. Полностью. В письменном виде и там. Вряд ли. Вряд ли они копии те сделают. Вот. Придется только фотографировать. А там уже исходя из этого надо будет принимать решение. Ты прежде чем знакомиться с материалами дела, посмотри мое видео. Как знакомиться с материалами дела? Ссылочку потом скинешь. Так я же тебе говорю. Я тебе ссылки скину. Все. Добро. Все. Все вопросы. Ну, я думаю, наверное. Думаю, наверное, все. Тянуть времени нету. Спасибо тебе большое за консультацию. Скажем так. А там же дашь свой ответ. Как посмотришь полностью. Да, бро. Все. На связи. Благодарствую. Благодарствую. Добрый вечер, Антон. Просил звонить. Я посмотрел, я видел. Ага. понял ты сам ты его смотрел понял на чем-то подловили нет не под конец она она оказалась неопытная то есть она пыталась тебе навесить именно фамилиями отчество она многократно произносила один раз произнесла имя отчество то есть у нее цель была навесить вот именно хотя бы имя отчество навесить и не поддавался в какую тогда она решила другой стороны зайти хода через слово ходатайство она тебя подловила потому что она когда задала вопрос еще ходатайство будут у неё она в лице поменялось ну правильно потому что ходатайство это официальная просьба по их ним законам когда то есть там уже за могут заявлять лица участвующие в деле как только ты поэта сказал да у меня есть ходатайство и я заявляю от вот все ты ввязался в процесс у нее задача была завлечь себя в процесс и чтоб ты сам на себя взял функции персоны так я так понимаю в дальнейшем потому что я так чувствую у меня будет это несколько раз вот эти процессы потому что на меня там штрафов висят много вот которые там протокол не подписывал просто их не признавал эти товарищей вот и возможно будут вызывать одним словом в витнии игре я не играю участвую как бы своими словами ты поучаствовал ты не просто поучаствовал ты как говорится ты не ты не просто посидел на месте зрителя ты еще и вышел на сам этот как он называется на манеж самый центр ну да она тебя всячески завлекала завлекала ты не шел она говорит фамилия мелодчество выйди на манеж ты не шел ну ходатайство будут или такой аллея оп и выскочил на центр такой есть ходатайство и через отвод тоже тоже хорошая подсказка я несколько раз пересмотрел это видео ну пересмотри пересмотреть подожди пересмотри еще раз и обрати внимание на два фактора фамилии и имя отчество как она пыталась тебя в это подловить навесить этот ярлык что ты фанешок чтобы ты хоть как-то ответил это не поддавался она много раз бегала туда советовалась как 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 течет и чем как-то как навесить через счете вывести тут видать тот консультант которым она консультировалась видать тоже него не очень опытный оказался обычно это делается через дату рождения через это по дату рождения меня был план назвать по грегрианскому календарю то есть 25 августа день рождения 12 августа и назвать тут же календарь как по какому календарю то есть дача с мин а и поいく и там какого какого месяца рождения от какого года то есть от рождества христова по сути я не вру. Только я календар поменял. Дата-то одна. День-то один получается. Ну, я имею в виду по старому стилю. У меня была такая мысль. Но до этого не дошли мы. Ты мне зачем это рассказываешь? Ты по поводу даты рождения. Я тебе не по поводу даты рождения, а по поводу того, как они подлавливают. И я тебе пример привожу, через что они обычно подлавливают. А ты мне начинаешь про дату рождения рассказывать. Так ты дослушай до конца. Вот вы и вечно не дослушаете до конца. Ты услышал знакомое слово, зубная паста. У меня есть такая зубная паста. Я вот люблю софтором, с ментолом или вообще зубной порошок. Да ты дослушай, что я тебе хотел сказать-то. Причем тут дата рождения? Там не важно, где ты. Я тебе рассказываю, через какие слова они подлавливают. Через какие идентификаторы. Через какое тождество. А ты мне начинаешь, ой, я услышал дату рождения. У меня как бы запасена эта карта. Да не важно, сколько у тебя там карта под это запасено. У них в запасе обычно намного больше, чем у тебя карт. Мгновенно надо на месте соображать. А ты думаешь, ты одну там карту заготовил на дату рождения, и все. Она тебя фиг подловит. Она тебя элементарно через слово ходатайство подловила. Возьму на заметку. Ты просто дослушай, что я тебе хотел сказать. Ты меня перебил, во-первых. Во-вторых, начал мне про дату рождения что-то рассказывать. Но ты не выслушал главную мысль. А главная мысль заключается в том, будешь переслушивать, обрати внимание на фамилию, имя, отчество. И на слово ходатайство. Я тебе что хотел сказать. Она оказалась неопытной. И тот, с кем она консультировалась, тоже неопытный оказался. Потому что обычно они, если видят, что фамилию, имя, отчество нельзя навесить, они начинают ковырять в сторону вот этих вторичных признаков персоны. Дата рождения, место рождения, адрес регистрации. Вот это они начинают навешивать. Она этого не делала. То есть, она либо не сообразила, либо она... Так вот, они обычно через дату рождения, через вот эти реквизиты, короче, цепляют. Она это не осилила, либо ее просто поконсультировали, либо она знала, что ты чуть-чуть подготовленный и смотрел мои видео. Она решила тебя подловить там, где... Ну, в принципе, меня еще не подлавливали. А, нет, подлавливали. Она решила подловить через слово ходатайство. И вот, обрати на это слово, как она через него тебя подцепила. А потом она добила тебя через слово заявление. Вы заявляете мне отвод? Ты говоришь, да. Все. Замечательно. Там написано, лица, участвующие в КАПе, почитай. Про отводы есть такая статья. Там написано, лица, участвующие в деле, имеют право заявлять отводы. В таком случае, как поступить? А я пояснял, я пояснял, я разъяснял в своих видео, что все подается через канцелярию заранее. И потом говоришь... Она спрашивает, вы хотите заявить за отвод? Ты говоришь, я хочу вам сказать, что мне стало известно, что через канцелярию был подан отвод. Так вот, я от вас требую прямо сейчас немедленно рассмотреть его и вынести определение. Понимаешь? Ты не заявляешь отвод, ты говоришь свое желание, ты волеизъявляешься, но при этом отвод у нее уже там в письменном виде через канцелярию уже есть. Она на самом деле была, походу, неопытная. И такие, как мы попадаем, может, из 101 человек. Даже, вряд ли, из 1000 человек. Да, на самом деле, она нормальный у нее опыт. Она просто решила, как тебе сказать, немножко поиздеваться. Она решила тебя переволить. Именно волей. Она потому что слишком очень много попыток сделала именно фамилиями отчества навесить. Она хотела именно продавить тебя количеством попыток. Она видит, что не канает. Ну, никак. Ну, ладно, я тебе сейчас слово ходатайство. А, раз сказала, два сказала. О, заглотил. Ну, все. Поехали. Ходатайство, 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 ходатайство. И ты бац, и скушал наживку. Отлично. Сейчас еще вот заявление и точно. И все. И дальше она тебе там, обрати внимание, она сказала, мы же с вами на стадии ходатайства. И ты с ней как бы согласился. Проблема в том, что еще я не знаю, как этапы разделяются. Какая разница, как они разделяются? Ты вообще не должен ни с чем здесь, ни с одним ее словом не быть согласен. Все по-своему надо делать. То есть, даже не надо было допускать и дальше идти на одном месте, как стоял, так и стоять. То есть, документы это не я, а дальше, как хотите, я не в процессе. Пересмотри мое видео. Я так понимаю. Пересмотри видео победы живого мужчины в суде. Там все показано наглядно. Как не ввязаться в процесс? Пересмотрел этих видео и твои, и других участников. Аналогичных. Везде по-всякому. И особо картину сложно от нас собрать. Кто-то выходит там под гражданством СССР, ну и так далее, что-то подобное. Тебе это известно наверняка. А при чем тут гражданство СССР и тема живых? Тема живых с гражданством никакого взаимосвязи не имеет? То, что граждане СССР, мол, не подсудный, не подсудный, там такой налог, скажем. Ну, при чем тут граждане СССР? Подожди. Да подожди. Что ты мне опять про граждан СССР? При чем тут граждане СССР и тема живых? Все? Могу говорить? Ну да. Вот, при чем? Потому что тоже выступают люди как живые люди. Вот. И тоже говорят, что вот я являюсь гражданом СССР, так как я являюсь человеком, а не физическим лицом, ну и так далее, и так далее. получается в голове каша. И сложно собрать одну какую-то картину, конкретную картину. А, ну, я все ясно. Тогда начни с АЗОВ, с элементарного. Дай определение слова гражданин и найди примеры в законодательстве. И тогда у тебя все станет на свои места. Это я понял. Вот это все я понял. Понятие разограничения, что такое гражданин, что такое лицо, что такое должность и так далее и так подобного, что такое человек. Изучая тоже многие законы, перечитывая, в каждом законе имеются две полосы. Выбросно говоря, там в одной полосе написано гражданин, либо там лицо, в другой полосе написано человек. Вот где человек, там четко указаны его права. Где гражданин, либо лицо, там обязанности. Да я тебе говорю не про... Да стой! Я тебе не про обязанности и не про различия говорю, а про определение. Что такое гражданин? Гражданин – это документ, который человек, образно говоря, принадлежащий определенному государству при получении паспорта. Ты понятия не имеешь, что такое гражданин? Паспорт? Нет. Объясни. Чего объясни? Ну, опять же, во всех видео говорю, кто такой гражданин. Да, универсальное, необходимое и достаточное определение слова гражданин. Человек, принадлежащий определенному государству и обладающий определенными правами и обязанностями перед государством? Нет, неправильно. Поправь. Я не буду тебя поправлять. Это мое мнение. У меня просто свое есть определение. Твое определение я могу разбить в пух и прах запросто, а вот попробуй мое определение разбить. Гражданин, это тот, кто ограничивает в правах и свободах и имеет определенные обязанности на определенной территории. Так, ну, чьи программы, я тоже знаю. Но тут много версий. Тут, на самом деле, и каждый понимает по-своему. Тут нет конкретного понятия. Если не ссылаясь на преданные законы. Я к тебе... Да, блин, ну, е-мое. Ты разберись сначала в лентарных понятиях, чем гражданин от человека отличается. И почему нельзя называться вообще гражданином? Ни гражданином СССР, ни гражданином Африки, ни гражданином Вселенной, ни гражданином Галактики, ни гражданином Земли, ни гражданином Квартиры, ни гражданином Города. Не, ну, ты можешь, конечно, обозваться это гражданином, чего хочешь. Но ты должен осознавать, что это означает. А многие идут в так называемые суды и говорят, я человек, мужчина, гражданин, и все подряд, все в одну кучу лепят и потом удивляются, почему у них ничего не получается. Я изучил еще этот момент, что такое гражданин со всех сторон, чтобы понимать одну картину, сложить. Так, какие еще там есть вопросы, предложения? Да нет, все. Ты, в принципе, ты, в принципе, с ней нормально общался, но она поняла, что у тебя нету знаний, ты не знаешь, что делать. Плюс ты еще у нее разрешение несколько раз спрашивал, можно ли зайти, можно ли я тут останусь, постою. То есть, ты ее ставил выше себя, ты у нее разрешение спрашивал. Да мысля была, что ты ее выше себя поставил, ты у нее разрешение спрашивал. Разрешение какой момента? Я тебе только что сказал, два момента. Когда ты заходил, ты у нее спросил, можно? И когда она выходила, ты у нее спросил, можно я тут постою? Она говорит, да. Говорит, спасибо. Тоже интересный момент. Как-то я на это не обратил внимания. Но опять-таки, я захожу на ее территорию, естественно, я спросил, можно ли зайду. Опять-таки, сказал такие слова, как соблюдение всех прав и свобод человека. Она дала мне добро. Я же на ее территорию захожу, я же могу самовольно зайти туда. Поясняю. Тоже неправильно. Поясняю. Ты заходишь на ее территорию, в зал, который находится в здании, неизвестно чьем, которое нигде не зарегистрировано, скорее всего, ни в одном реестре ЕГРН, который находится на земле чьей? Который принадлежит народу. Ну вот. Нашей земле. Ну, а ты кто? Один из народа. Ну и все. Чья земля? Чье в итоге это все? Наша. Народная. Народная. А почему ты у нее... Она тут пришла, поставила там этот... Как... Не знаю. Пришли захватчики, допустим, пираты какие-то. Захватили остров. Ну, ты жил на острове, уехал там на два дня, приезжаешь, а там все пираты захватили. Ты приходишь, и в них разрешение спрашиваешь. Можно я тут сяду, можно я тут встану? Ну, все-таки интересно видео получилось? По мне это интересно получилось. Интересно, но для первого раза вообще отлично. Ну, блин, ну, очень много ошибок, и я не знаю. То есть, людям есть, что показать? Да, конечно, есть. многие совершают такие ошибки. У меня постоянно такие звонки и постоянно такие разъяснения. Просто народ, не знаю, почему-то стесняется и не дают добро на размещение подобных видео. А ты дал. Даю добро, даю, потому что это все для общего блага. Для нас. Конечно. Потому что нас... А этих меньше, они пытаются нас задавить. Я за справедливость. Да никто никого не пытается задавить, они учат. прошел определенный экзамен. Меня ребята спрашивают, как ты разговариваешь с гайцами по дороге, да? Чуть-чуть не в тему, конечно. Сторонечку отведу от нашей темы. Вот, у тебя все получается. Я говорю, я когда с ними разговариваю, я беру у них определенный урок. Вот как? У тебя отпускают, ты едешь, а нам штраф выписывают. Я говорю, я сижу, ребята, я учу много чего. Я когда выхожу из машины, начинаю с ними разговаривать, я разговариваю на ты. И благодаря им я тоже начал много чего изучать. Я говорю, представь себе, как ты, допустим, в школе, да? Ты обучаешься там 9-11 классов и в конце у тебя экзамен. Ты начинаешь отвечать на вопросы, а ты ничего не знаешь. В том случае садись два, я говорю, в нашем случае садись иди плати штраф. Один в один. Вот так и сейчас у нас прошел определенный экзамен. Первая стадия. Где-то я удержал себя, а где-то вот упустил. Из-за того, что мало начитал, может, мало что взял в голову себе. На многие вещи не обращал внимания, потому что в жизни не встречал. Мы в основном берем в голову то, что когда мы встречаемся в жизни с определенными моментами, они как раз и у нас остаются в голове. Нерасшенные вот эти вопросы. на которые мы ищем ответы. Вот отличный пример ты привел. Так почему ты с гаишниками учишься, а в суд пришел, ты говоришь, что ты там сказал, победим там все равно или что ты там, какие-то битвы, войны. Какие войны? Это учеба. Учеба. Такая же, как и с гаишниками. Просто в суд ты пришел первый раз, а с гаишниками ты каждый день видишься и уже привыкнем. Вот когда ты придешь в так называемый суд уже в 20-50 раз, ты будешь с улыбкой туда заходить, с радостью. Ура, новый урок. Вот, нужна практика. Все на практике. Сейчас, подожди, буду шуметь. Все, продолжаем. Вот, молодец, пошумел, а потом разговаривай. У меня, в принципе, все. У меня тоже все. Впрочем, разобрались. Я пошел, видишь. конечно, будут потом еще, возможно, дальнейшие вопросы определенные. Вот, я могу тебе задавать их. Конечно. Это я уже в письменном виде. Да, только по делу. Ну, по делу. Может, не по этому делу, но по делу. Ну, понятно. Ну, все, давай, учись дальше, благодарству. Все добро. Тоже благодарю. Взаимно. Все хорошо. Взаимно. 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 Продолжение следует...